Кто-то из учеников школы-интерната номер 4 впервые видит поезд и впервые заходит в вагон. Так включается свет, так наливают воду, а это ваши проводники. Специалисты Алтай-Пригород рассказывают, что поезд это не только интересное путешествие. На примере лисичек и зайчиков из сказок детям объясняют, как опасно переходить железную дорогу в неположенном месте. Представьте, что мы наушниках, мы идем, поезда нет. Снял, посмотрел, поезда не слышно, прошел, потом можешь одевать и слушать дальше музыку. В реальной жизни уже взрослые лисички и зайчики нарушают правила. В марте этого года на станции «Озерки» мужчины и женщины переходили дорогу в неположенном месте. Электричка насмерть сбила обоих. Говоришь, для вас построен пешеходный мост, для вашей же безопасности, но они игнорируют и говорят, ну тебе надо, ты и ходи. Средняя скорость электропоезда – 100 км в час. Его вес – порядка 500 тонн. Тормозной путь – почти 800 метров. То есть машинисту понадобится больше минуты, чтобы остановить состав. А ведь иногда до столкновения с человеком остается несколько метров. Все нормально, мы экстремалы. Часто под колесами оказываются меломаны в наушниках, те, кто под шофеем, так называемые зацеперы и просто люди, которые переходят дорогу в неположенном месте. Почти всегда этот русский авось заканчивается инвалидностью или смертью. В прошлом году в крае под поезд попали 31 человек, 23 из них погибли. В этом пять. Троих не удалось спасти. Здесь в основном идет необязательно нахождение в нетрезвом виде. Многие граждане просто из своей невнимательности, надеясь на то, что пройдут в неустановленном месте железнодорожное полотно, и им удастся избежать фактов травмирования. Всего за несколько минут на станции мы заметили. Местные жители не стесняются нарушать правила даже при сотрудниках полиции и нашей камеры. Первый раз предупреждение, второй штраф – всего 100 рублей. Рядом стоит пешеходный мост, но быстрее же через рельсы. Такая халатность может сломать жизнь и машинистам. Многие машинисты проходят очень длительную реабилитацию. У нас существуют специальные реабилитационные центры, с ними работают психологи. Но есть такие случаи, когда даже очень опытные, хорошие сотрудники потом в дальнейшем не возвращаются. Евгений обеспеченно поднимается на перрон. Раскаивается и говорит, что почти полвека так переходит железную дорогу. И тут же вспоминает – здесь, на станции «Озерки», погибло немало знакомых. Тут один мужчина, ему попал в стрелки, он там тоже. Ногу ему зажало стрелками и все. Ах, это… Флайлик-триска, и ему ногу отрезало все. Ногу эту погрузили в тамбур, его загрузили. Пока до Тольменки довезли, он с крови стек. Может быть, только в такие моменты, когда едешь со своей ногой в больницу, понимаешь, остел ли этот риск. Полицейские рейды, баннеры и печальные истории, к сожалению, влияют не на всех. Таков, естественно, отбор. Готовьтесь! Возьмите! Ирина Корчагина, Александр Антропов. Специально для телеканала «Толк».